Здравствуйте! Меня зовут Михаил Бородянский. Я 20 лет занимаюсь тренингами и консультированием, пишу книги о психологии и зарабатываю тем, что помогаю людям менять осознанно свою жизнь. Сегодня я расскажу вам о теме, о которой не очень принято говорить в серьезном сообществе, особенно в бизнес-среде. Тема нашего видео – управление событиями своей жизни и создание будущего. Я не о далеком будущем. Я не о том, что вас наступит через год или 10 лет. Я о том, что будет с вами завтра. Именно завтра. Или даже сегодня, через пару часов. Я догадываюсь, что сейчас некоторые из вас потянулись кнопочки с крестиком, чтобы скорее закрыть это видео. Я вас прекрасно понимаю. Я сам относился точно так же к этому, как к полному бреду еще, наверное, лет 8 назад. Тогда, в 2007 году, у меня уже был за плечами 12-летний опыт работы тренером, консультантом. У меня были тысячи клиентов, десятки организаций, сотни тренингов. И каждый раз после успешного тренинга я чувствовал, что людям чего-то не хватает. Мне чего-то не хватало. Мне не хватало конкретных, практичных инструментов по изменению ситуации здесь и сейчас, которые я мог бы использовать сам и дать другим людям. И я стал искать эти вещи, и я их нашел. За сегодняшний день, за этот час, вы не научитесь управлять событиями своей жизни. Но вы сможете очень хорошо понять эту тему. И самое главное, вы получите конкретный, практичный инструмент, который сможете использовать уже сегодня. И уже завтра вы увидите, как он работает. Если вам интересна эта тема, давайте включаться. Сразу хочу сказать, что мой подход к управлению событиями не имеет ничего общего ни с магией, ни с эзотерикой. Я сам по образованию врач-психотерапевт, и для меня очень важен научный подход и понимание всего, что я делаю. Поэтому даже те истории, которые вам сегодня в моем рассказе покажутся магическими, на самом деле основаны на законах физики. Мой путь в эту тему начался с одного эксперимента, о котором я узнал случайно из книги. Возможно, вы тоже его знаете, но он меня поразил до глубины души. Эксперимент повторялся в разных странах с одним и тем же результатом. В групповом занятии одного из участников группы вводят в гипноз, и под гипнозом ведущий внушает ему, что спустя какое-то время по выходе из гипноза, когда ведущий хлопнет в ладоши, этот человек должен залезть в свой портфель, достать оттуда зонтик и открыть его. Затем стеанс гипноза заканчивается, человека пробуждает, он, разумеется, ничего не помнит и дальше идет занятие. Через какое-то время ведущий хлопает в ладоши. Человек лезет в свой портфель и достает зонтик и открывает его. Через пару секунд закрывает, убирает обратно и дальше садится, как ни в чем не бывало, смотрит на окружающих на всю группу. В этот момент ведущий задает ему вопрос, скажи, пожалуйста, зачем ты открывал зонтик? И человек, мгновенно не задумываясь, обратите внимание, ни капли не задумываясь, тут же предлагает свой ответ. Например, я хотел проверить, работает ли он, или мне показалось, что что-то капает сверху и так далее. Этот эксперимент повторялся многократно и люди всегда, мгновенно давали очень логичное, очень понятное объяснение своим вот этим вот непонятным действиям. Возникает вопрос, то что мы делаем, мы делаем правда потому, что мы решили это сделать? Или мы делаем это по какой-то другой причине, а потом наш мозг мгновенно, незаметно для нас придумывает объяснение тому, что мы сделали? Я очень долго копался в этой теме, я искал объяснение, я искал вообще точку, с которой начинается наше действие и начинается управление событиями много-много лет. Лет 8 назад один из моих клиентов принес мне книгу, тогда еще неизвестную, и сказал, слушай, вот интересная книжка, хочешь почитай? Книжка называлась «Транссерфинг реальности», наверное вы знаете такую. Название было непонятное, незнакомое, и я ему сказал спасибо и отложил книжку на полку. Спустя пару недель ко мне пришел другой клиент и сказал, а вот вы читали, есть такая книга «Транссерфинг». Я ему ответил, да да я что-то слышал, но тоже не среагировал. Ситуация закончилась тем, что спустя еще пару недель на мой день рождения мне подарили пять книжек «Транссерфинга» и тут уже было грех не прочитать. Я сел за эти книжки, начал их читать и я не смог. Первые две страницы были убийственные, для меня было невозможно вникать в этот текст, я убрал их обратно. Спустя какое-то время я снова к ним вернулся, пытался читать снова и снова и снова, я упорный. Наконец, спустя пару месяцев я дочитал такие страницы номер 51 и там что-то открылось. Я стал читать дальше, дальше, дальше и я проглотил эти все пять книжек залпом и я понял, что это очень понятное для меня описание того, как устроен мир. Оно абсолютно не новое, оно есть в Библии, в Коране, в других разных источниках, но для меня это было понятное западное объяснение. И тогда я задался вопросом, а хорошо, если я понимаю, как все устроено, все здорово, а что я могу с этим сделать? Какие здесь есть инструменты? И я не смог вспомнить ни один. Я перечитал заново все эти пять книг. Я не нашел инструментов. Я перечитал их еще раз, третий раз и я тоже не нашел. И тогда я пошел учиться на тренинг в школу транссерфинга. Это был трехдневный тренинг за хорошие деньги. Я учился по-честному три дня и в конце я понял, что ни одного инструмента там не прозвучало так же. Когда я потом спросил ведущих, они сказали, что есть, то есть, есть некие знания. И тогда я понял, что если даже в школе транссерфинга нет инструментов по управлению событиями, значит их нет вообще. Я тогда сказал ведущим, это здорово, значит я их придумаю. И я их стал придумывать. Я собирал весь опыт, который был у меня до того. Я читал массу других книг по управлению событиями, по успеху. Я ходил на разные тренинги. И в итоге у меня получился набор неких практичных вещей, которые я использовал сам и они у меня работали. Которые я стал проверять на моих клиентах и они работали так же. Какие-то не работали, они ушли. Какие-то появились новые. И в итоге появился некий набор конкретных вещей, которые мы с вами можем делать в разных ситуациях в нашей жизни. Когда у нас стоит какая-то проблема, какая-то задача и то, что меняет ситуацию прямо здесь и сейчас. И вот именно об этом я хочу вам сегодня рассказать. Главное мое открытие, а может не открытие, для меня это было открытие скорее. В каждом из нас есть внутри глубоко некая точка. Мы бываем с ней в контакте, а бываем и нет. В этой точке мы подключены к своему ресурсу. В этой точке мы очень хорошо включены в свою интуицию. В этой точке мы чувствуем оптимальные варианты, которые нам предлагает жизнь. Мы из этой точки максимально успешны. Вспомните какое-нибудь время, когда вам по жизни везло, когда удача шла к вам в руки или, как я говорю, мир двигался вам навстречу. Вот это то самое состояние, когда мы соединяемся с этой точкой. Из него мы чувствуем мир по-другому. Мы с ним иначе взаимодействуем. И мы не можем в ней долго оставаться. По разным причинам. Мы из нее выпадаем, выключаемся и потом пытаемся в нее вернуться. И это тоже не получается. Так вот, моя задача для меня самого и потом для клиентов была в том, чтобы научить людей оставаться в этой точке, оставаться в этом контакте с собой, с ресурсом, с интуицией, с жизнью. И если вы из нее выпали, а мы выпадаем из нее, то уметь туда снова вернуться. Разумеется, когда у нас благостное состояние, мы сидим в комфорте, у нас достаточно денег, рядом близкие люди, все у нас хорошо, со здоровьем, ничего не болит. Мы в этой точке можем оставаться и управлять событиями. Но самые разные ситуации в жизни нас из этой точки выключают. Мы проваливаемся куда-то вниз. Мы пошли в поликлинику, получили результат анализа, и он не тот, что нам хотелось. У нас есть какие-то финансовые проблемы, трудности в отношениях. Нас многие-многие события из этой точки выключают. И тогда мы оказываемся без рук. Тогда жизнь начинает жить нас, а не мы ее. И я могу вам сегодня сказать, что на данный момент я знаю очень четко принципы и правила, как разным людям оставаться в этой точке контакта с собой. И как в нее приходить, если вы из нее выпали. Эти принципы, инструменты разные, немножечко для мужской психологии и для женской. Они разные для людей логичных, интуитивных. Их много. Их достаточно. Чтобы выбрать то, чем пользоваться. Чтобы не быть голословным, покажу на паре примеров, как эти инструменты работают. Одна девушка ехала после тренинга на метро. Ей нужно было попасть на важную деловую встречу. И она чувствовала, что она опаздывает. Она понимала, что ей нужно ехать по одной линии метро, потом долгая пересадка на другую линию, потом ехать по другой линии. И она смотрела на часы и понимала, что она не вписывается в график. Когда она доехала до станции пересадки, она как раз вспомнила о том, что мы проходили на тренинге, некие инструменты. У нас был очень простой алгоритм управления событиями в ситуации здесь и сейчас. Она эту штуку в голове провернула. И двери поезда открылись. Ей нужно было выходить. И вдруг она услышала, как машинист передает по рации, что выходят все, потому что поезд дальше не пойдет. Поезд переходит на другую ветку. То есть поезд, который шел по одной линии метро, переходит на другую линию метро. Как раз на то, что ей было нужно. Она осталась сидеть в вагоне. И меньше чем через минуту она уже оказалась на другой линии метро. И она поехала дальше. И она попала навстречу прямо минуту в минуту. Что это такое? Это чудо. Это совпадение. Такое бывает. Ну вот я живу 44 года в Питере. И за те 25 лет, что я ездил на метро, со мной такое было один лишь раз. Поезд, правда, переходил с одной ветки на другую ветку метро. Это было даже мне тогда удобно. Возможно, это совпадение. Но если вы научитесь управлять совпадениями в вашей жизни, если их станет у вас гораздо больше, чем было раньше, измеримо больше. Возможно, это как раз и есть управление событиями своей жизни. Другой пример. Ко мне обратилась женщина, которая работала финансовым директором в одной компании в Питере. К ним были претензии в налоговой инспекции. Предстоял суд. И женщина сказала, что мы не готовы к этому суду. У налоговой ясные и четкие претензии. У них куча документов. А у нас там какие-то две бумажки. И так логически рассуждая, мы это дело проиграем. Ну а дело было на хорошую сумму, на несколько миллионов. Это бы не убило компанию, но это была значимая сумма. И я говорю, ну давай попробуем нашими инструментами. У меня вот те, что есть, ничего другого не могу предложить. И мы с ней поработали. То есть некая работа с мыслями, с сознанием, с отношениями и прочее. И спустя какое-то время она мне сказала, что было судебное заседание. И компания это дело выиграла. Выиграла у налоговой. И она говорит, что мы там стояли, мы вообще не понимали, как такое может быть, когда мы не готовы в налоговой реальной претензии, как мы можем выиграть. А я ее спрашиваю, а ты правда не понимаешь, как вы выиграли? Она говорит, нет, я понимаю. Вот я теперь понимаю, что я сделала, как это все повлияло и как мы выиграли. Но понимаешь только я, но этого и достаточно. Поэтому я могу вам сказать следующее. Пока вы живы, пока вы в сознании, даже в самых трудных ситуациях пульт управления находится всегда у вас в руках. Нужно просто научиться этим пользоваться. Это доступно каждому. Это касается любой сферы жизни, вашего времени, каких-то текущих дел, финансовых трудностей, бизнеса и так далее. Здесь есть только очень важный один момент. Мы не управляем вселенной. Мы управляем теми структурами, которые мы держим в своих руках. Это наша собственная жизнь. Это наша семья. Это наш бизнес. Причем не важно какой у вас бизнес. У вас ИП без бухгалтера или у вас крупнейшая компания с фериалами по стране. Это структура. И если вы сами ее держите в руках, значит вы этими же инструментами можете этой структурой управлять. Масштаб здесь не имеет значения. Я не знал об этом раньше. Я начинал с частных клиентов, потом маленьких компаний. И когда я уже сегодня вышел на очень крупные компании. На те бренды, которые известны практически каждому в нашей стране. И там это работает. Это работает на крупных потоках финансов, товаров, людей, инвестиций и так далее. Я понял, что эти инструменты правда в этом месте получаются вот такие вот действенные и универсальные. Но это лишь структура, которую вы держите в своих руках. Это очень важно. Меня часто спрашивают потенциальные участники тренинга, чтобы инструменты работали, в них наверное нужно верить? Не нужно верить. Вот это как дрель. Вы берете дрель, например электрическую, включаете ее в розетку, вставляете сверло. Если нажимаете кнопку, она сверлит дырку, независимо от того, верите вы в нее или не верите. Дырка у вас будет. Только мои инструменты они все не электрические. Они сами по себе работать не будут. Вам нужно будет как механическую дверь эту ручку крутить. Но вы знаете что делать и вы знаете как делать. И тогда вера ваша не имеет значения. Важно другое. Важно, чтобы вы понимали как оно работает. Если у вас есть опыт применения и вы понимаете как это действует, как поезд метро начинает переходить на другую линию, как претензии от налоговой вдруг поворачиваются в обратную сторону и суд выигрывается. Мне очень важно, чтобы вы понимали как все эти штуки действуют и работают. И тогда вы их можете повторять и применять в самых разных ситуациях. И то, что я обещал. Вот тот самый мой любимый инструмент, который я хотел вам сегодня подарить. Давайте я о нем сейчас расскажу. Это инструмент по работе с препятствиями. Что есть препятствие? Это что-то, что встречается у вас на пути и как-то вот разрушает или меняет хотя бы ваши планы. И я сейчас покажу его на примере очень локального препятствия, но принцип вам будет понятен. Представьте себе, что вы едете в кино, у вас еще не куплены билеты, то есть деньги не потрачены. Вы едете на машине и вдруг попали в пробку, впереди авария и понимаете, что вы в кино опаздываете. Ну, сильно опаздываете. А смотреть фильм в середине вам не хочется. Что нужно сделать в этой ситуации? В чем суть инструмента? Вам нужно задать себе два вопроса прямо в этой ситуации. Вот вы поняли, что да, вы не вписываетесь по времени, пробка. Первый вопрос. Какой ресурс у меня сейчас освободился? Как вы думаете, вот в этой ситуации, когда вы опаздываете в кино, какой ресурс у вас освобождается, ну или может освободиться? Самые частые ресурсы это время, это деньги, иногда это еще состояние, некое состояние. Например, вы ехали с кем-то поругаться, на глубоком вдохе, набрали энергию состояния и вдруг раз, встреча отменилась. А состояние это осталось, его куда-то нужно потратить. Это тоже ресурс. Итак, первый вопрос. Какой ресурс у меня сейчас освободился? Если вы себя об этом честно спросите, то ответ у вас приходит тут же моментально. Это произойдет не через час и не вечером, а тут же. Второй вопрос. Куда я прямо сейчас могу этот ресурс потратить? Здесь и сейчас. Если вы себя об этом честно спросили, то у вас тут же приходит честный ответ. После этого вам нужно этот ресурс потратить туда, куда вы решили. И если это деньги, то вы можете что-то купить. Если это освободилось время, то вы можете его как-то провести. Но самое главное, вам этот ресурс нужно потратить здесь же, с этого момента, сейчас же, а не отложив это на неделю. Вот и все. Что происходит дальше? Дальше возможны два разных развития событий. Первый вариант примерно 50% случаев. Когда вы задали себе эти два вопроса и на них получили два ответа, и приняли решение тратить ресурс в другую сторону, у вас пробка эта разрулилась быстро, непонятным образом, практически мгновенно. И вы понимаете, что в кино вы можете попасть, успеть на сеанс и проблем нет. То есть задача, ситуация локальная, решена. В половине случаев этого не происходит. И как пробка была, так она и остается, и тогда вы просто тратите свой ресурс туда, куда вы решили. Что дальше? Спустя день или два у вас в жизни происходит похожая ситуация. Не с пробкой, не с кино, а с чем-то другим. Вы куда-то двигаетесь, и у вас появляется на пути препятствие. И вам очень важно здесь применить тот же самый инструмент по работе с препятствиями. Два вопроса про ресурс и потратить. С путя еще, может быть, пару дней у вас возникает снова ситуация, где вы сталкиваетесь с локальным препятствием. И вам очень важно сделать то же самое. По прошествии двух недель, иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Вы вдруг замечаете, что какая-то ваша глобальная цель, никак не связанная ни с кино, ни с препятствиями, ни с пробкой. Просто ваша какая-то глобальная цель, которая была от вас очень далеко, она стала намного ближе, невообразимо ближе, нелогично и непонятно ближе к вам. Почему? Что происходит? Когда вы правильно обрабатываете препятствия, то вы приближаетесь к той самой точке, о которой я говорил. Вы приближаетесь к собственному самому оптимальному пути в жизни. Вы входите в контакт с ресурсом, с интуицией. И та цель, до которой было далеко-далеко в нашем обычном представлении, она как бы совершает некий прыжок до вас или вы до нее, если хотите. Это как некий портал, когда прямая не есть самое короткое расстояние между двумя точками. И я этот инструмент изобрел вместе с группой пару лет назад, и мы стали его пробовать, и он работает практически всегда. И многие инструменты, они такие же простые и понятные. Они также запускают процессы неким образом мыслей, неким образом отношений. Попробуйте это сделать. Это действенный инструмент. У нас у всех бывают препятствия, у нас у всех есть ситуации, когда можно что-то повернуть. И вы увидите уже завтра или послезавтра, как многое меняется в вашей жизни. Это еще не конец моего сегодняшнего рассказа, но мне сейчас очень важно сказать про обучение. Если вам интересны инструменты, о которых я рассказываю сегодня, то вы можете научиться их использовать в самое ближайшее время. Я провожу обучение в двух разных форматах. Первый формат – это интернет-тренинг или цикл вебинаров, который называется «Управление событиями своей жизни». Вы можете о нем почитать на моем сайте psy8.ru, там есть разные пакеты, есть экономичные, есть более комплексные, дорогие. Второй формат – это живой тренинг, который называется «Создание будущего». Он также есть его описание на сайте psy8.ru. Я провожу регулярно группы в Москве, в Санкт-Петербурге. Но если вы из другого города, то давайте пообщаемся на тему организации тренинга в вашем городе и сбора группы. А теперь давайте вернемся к обсуждению препятствий в нашей жизни. Когда я говорю о препятствиях, я всегда вспоминаю о знаках, которые существуют в нашей жизни. Что такое знаки? Это некие события, внешние или внутренние. Внешние – это изменение ситуации, внутренние – это изменение нашего состояния. Знаки – это события, которые как-то меняют нашу жизнь, которые о чем-то нам могут говорить. Я вообще считаю, что знаки – это язык, на котором с нами разговаривает жизнь. У жизни нет с нами прямого языка. Нам не приходят сверху некие инструкции, как поступать. Большинству из нас, по крайней мере. И вот знаки – это как раз способ диалога, чтобы мы могли быть жизнью в контакте. Никогда не случается так, что кирпич нам падает на голову сразу же. Вот вы жили, 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 и вдруг случилось что-то страшное, ужасное. Обычно эти вещи происходят всегда постепенно, по нарастающей. Это как знаки перед железнодорожным переездом. Если вы ездите за рулем, то вы знаете, что метров за 300 перед переездом стоит знак с тремя палочками красными. Чуть ближе вы подъезжаете с двумя палочками, потом с одной, потом уже сам переезд и шлагбаум. Это все знаки. И вот в жизни точно так же. Сначала мы получаем какой-то знак, который достаточно легкий. Если мы его не заметили, то мы двигаемся дальше и получаем ситуацию, которая чуть тяжелее. Если мы ее не заметили, то дальше следует еще тяжелее. Если вы третий знак пропустили тоже, дальше уже шлагбаум, вы его тоже не заметили и вас сбивает поезд. Мы очень часто в жизни пропускаем те ситуации, где есть какой-то знак, какой-то указатель на то, что нам нужно остановиться и задуматься. Я всегда рассказываю историю, которая произошла в моей компании, где я работал. К нам обратилась женщина по поводу своего внука. Там была такая трагическая ситуация. Они даже писали в газетах и был сюжет в Питере по телевизору. История следующая. Мама вызвала врача к мальчику, к сыну своему. Мальчику было лет 8 или 9. У ребенка была небольшая температура, а мама деловая женщина и ей нужно было ехать в командировку. И она сказала, что вот можно доктора мы его в больницу отвезем, мне будет так лучше. А ребенок в больнице не хотел и доктор говорит, что вы знаете, он не так плохо себя чувствует, что не нужно в больницу, я вам не советую. Но женщина была очень упорная и она настаивала, чтобы ребенка отвезли в больницу. И доктор вызвал по телефону машину, чтобы везти ребенка. Машина ехала и по дороге сломалась. И отзваниваются этому доктору, говорят, что вы знаете, вот машина сломалась. Ну и врач говорит маме, что что-то не складывается с отправкой в больницу, может быть не нужно, может быть вы передумаете. Но мама уверенная в своей правоте, она говорит, как это так, я буду из-за вашего ломающегося транспорта менять свои планы, нет, давайте другую машину и поедем в больницу. Вызывает другую машину, едет другая машина, приезжает, туда грузит ребенка, они отъезжают от парадной и машина вот прямо тут же прокалывает колесо, то есть до дома еще рукой подать. Врач говорит маме, слушайте, сегодня какой-то неудачный день, может правда нам не нужно ехать в больницу, давайте вы там как-то свои планы пересмотрите. Но мама злится пуще прежнего и говорит, что это такое происходит, нет, вот я решила, все, не буду планы менять и давайте другую машину. И оказывается буквально вот в этом же дворе большом выезжает другая скорая помощь, тут же буквально переписывают, туда мальчика этого перекладывают и машина едет в больницу, попадает в аварию, мама насмерть, а ребенок с большими травмами оказался в больнице. И вот была клиенткой бабушка этого мальчика, она приходила, потому что она теперь его воспитывала. О чем эта ситуация? Это как раз вот те самые знаки и препятствия, которые иногда появляются в жизни и на которые мы можем смотреть. И тут есть два очень разных стиля поведения у разных людей. Кто-то знаки вообще не видит, не замечает, считает, что это все бред какой-то, да, магия. И ну вот как эта мама. Есть другая крайность. Человек, он все время смотрит, что бы это значило, о чем вот это вот, да, такая погода, ой, а вот вы на меня не так посмотрели сейчас, а вы почитали за ухом и все это имеет значение. Я считаю, что здесь суть, она где-то посередине. Да, есть ситуации, которые можно воспринимать как знаки. И есть препятствия, которые тоже являются определенными знаками. И суть этого, что бы мы немножечко проснулись, что бы мы стали более осознанными. И на моих тренингах я очень много внимания уделяю этим знакам. Что бы мы, во-первых, понимали, что есть знаки, а что нет. Что бы мы не впадали в паранойю, тыркая пальцем вот в каждое событие. С другой стороны, что бы мы не пропустили то важное, что нам указывает дорога, указывает путь. Потому что эти вещи, они очень важны. И если научиться правильно считывать от жизни вот эти вот знаки и указатели, то мы достаточно легко выходим на тот путь, где у нас наименьшее сопротивление. Почему это важно? Потому что в нашей жизни нет единого сценария. У нас всегда есть много вариантов. И это на самом деле доказано физикой. И я уже говорил о том, что мои тренинги, они строятся на физике, на современной физике. И в общем все эти инструменты, они имеют в своей основе определенные физические законы. Так вот, физика в последние лет 50, может быть даже 70, она развивалась очень интересно. Нас этому не учили в школе. И мы по большей части не знаем о том вообще, что есть современное представление о мире. И когда-то давно-давно, когда какие-то физические эксперименты совершались, то было что важно? Было важно, чтобы эксперимент был повторяемый. Чтобы и у меня, и у вас получилось в результате то же самое. И это получалось. Такое было в физике до середины прошлого века. Затем ситуация изменилась. Затем, что произошло? Разные исследователи стали получать в одних и тех же процессах разные результаты. Это было для науки вообще как гром с ясного неба, потому что не вписывалось ни в какую концепцию. Затем получилось, что один и тот же исследователь получал от одного и того же исследования разные результаты. Причем делал то же самое. И вывод такой, что чем мы глубже погружаемся в основу мира, основу мироздания, в квантовую физику, тем больше результат исследования зависит не от процесса, который мы исследуем, а от вопроса, который мы ставим. Когда я про это первый раз услышал, я вообще не понимал, о чем может идти речь. Но потом я почитал книжек, пообщался с людьми, и я понял, что современная физика, она совершенно по-иному смотрит на мироздание. Вы знаете, как устроен мир? Я не знаю, как устроен мир. Но я знаю модели, которые работают. И поэтому моя задача не рассказать вам, что мир устроен так-то и так-то. Может он устроен по-другому. Но моя задача научить вас использовать те модели, которые работают всегда. И одна из этих моделей это многовариантность нашего мира. То есть мы можем жить очень разными сценариями, и мы можем между ними переключаться. На эту тему у меня есть один пример из собственной жизни. Я помню, как когда-то я пришел в Банк Русский Стандарт, у меня была их кредитная карточка с лимитом в 50 тысяч рублей. А мне нужно было к вечеру лимит увеличить, получить 100 тысяч рублей для какого-то важного дела. Я считал, что порядок вообще уведомительный. Приходишь, пишешь заявление, тебе отдают. Оказалось не так. Девушка, значит, стучит в компьютере мою фамилию, имя и говорит, вам отказано. Я говорю, девушка, не может быть у меня отказано, проверьте, пожалуйста. Я Бородянский, я вам заплатил кучу процентов, вы тут офис починили, может, за мои деньги, проверьте, пожалуйста, еще раз. Она стучит снова и говорит, вам отказано. И я выхожу из этого банка в состоянии почти шока, потому что у меня не входило в планы бегать по друзьям, собирать там по три тысячи. Мне нужно было к сегодняшнему вечеру иметь эти деньги. И тут я вспоминаю, так, я же как раз сейчас готовлю тренинг управления событиями. И у меня есть на эту тему некий инструмент. Он состоит из пяти пунктов, там, раз, два, три, четыре, пять. Пятый пункт, кстати, очень простой, от ситуации отключиться, забыть. Я делаю эти четыре пункта, они простые, они там занимают минуту или полторы. Затем пятый пункт отключиться, и я начинаю думать о чем-то посторонним. И иду домой. Захожу в парадную, открываю почтовый ящик и достаю оттуда конверт. Пухлый такой конверт. И оказывается, что это конверт из другого банка, и там вложена карточка с лимитом в 50 тысяч рублей. То есть то, что я хотел получить утром, я получил к обеду, но в другом варианте. Кто-то из слушателей всегда мне говорит обычно, но мы же знаем, что почту в почтовый ящик раскладывают когда? По утрам. И если бы ты пошел утром, заглянул в свой почтовый ящик, а не поперся бы в банк, ты бы имел эту карточку у себя в кармане, и вообще даже в банк бы ходить не пришлось. И вот и весь секрет. И я говорю, это правильно, это совершенно верно. Этот конверт с этой карточкой лежал у меня в почтовом ящике с утра. Но в том сценарии или в той линии жизни, куда я переключился, когда сделал раз, два, три, четыре, пять. А в том сценарии, в том состоянии, в котором я только вышел из банка, негодуя на всех вокруг, этот конверт там не лежал. А если бы я еще дольше оставался в этом состоянии смятения, я бы перешел вообще на другой сценарий, где конверт лежал, но это был бы конверт с письмом счастья или с повесткой в суд. Поэтому это понятно, это прозрачно. Вспомните свою жизнь. У вас были более удачные периоды в жизни, когда все складывалось, все не зло. У вас были неудачные этапы жизни, когда наоборот все рушилось. Это и есть представление о разных сценариях. Они существуют параллельно, и мы находимся то в одном, то в другом. У нас нет инструмента, чтобы осознанно взять, так переключиться. Да, вот мы шли по одним рельсам, раз и перешли на другие. Но есть инструменты, они такие подсознательные, но мы тоже можем на эти процессы влиять. И как раз то, чем занимаюсь я, я эти инструменты ищу, создаю, их пробую, и я обучаю людей их использовать. Поэтому одна из важных компонентов нашего тренинга, это именно инструменты, когда мы, приближаясь к этой точке, к ресурсу, к интуиции, мы выруливаем на более успешные сценарии нашей жизни. Этот сценарий он всегда есть. Он есть у вас, в вашей ситуации, с чем бы она не была связана. Поэтому вопрос лишь в том, можем ли мы туда перейти и каким образом это сделать. И вот это есть одно из центральных мест тренинга. Меня часто спрашивают, если вы владеете инструментами управления событиями, то получается в вашей жизни абсолютнейшее счастье? Не совсем так. Я тоже ошибаюсь, я забываю, что нужно использовать, когда иногда у меня случаются настолько серьезные провалы, что вообще даже стыдно рассказать. Но расскажу про одну историю. Пару лет назад, позапрошлым летом, я готовил один проект. Делал его очень долго, два месяца практически не видел семью, детей, на работе. Все это было нацелено на великое достижение. Дети говорили, папа, папа, когда ты будешь дома? А я говорил, дети, дети, подождите, значит вот через два месяца у нас будет много денег, много всего и все будет классно. Два месяца завершились, проект должен был быть запущен. Он запущен, он запущен и он лопнул. Он рассыпался, вообще полностью рассыпался. И для меня это было вообще как вещь, которая не могла вписаться в мое сознание. Как это так? Я все знаю, все умею, других людей учу, у меня 28 инструментов, я их все использовал. Как могло такое произойти, что вот эта глобальнейшая вещь вся рассыпалась. И я почти в слезах в такой дома сижу, мне жена говорит, ну а ты возьми свой список инструментов, ты пройди, поставь галочки. Я говорю, ха, слушайте, я это делал уже 10 раз, ну давай еще раз. Я беру список инструментов, ставлю там галочки, да, такой чек-лист, ставлю, 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 ставлю такой самодовольный, дохожу до одного пункта, и меня как вот, как холодный пот прошибает. Я понимаю, что важную вещь я не сделал, я забыл об этом. Я учу других об этом не забывать, я об этом забыл. И я понял, насколько эта вещь повлияла на то, что проект весь разрушился. То есть усилие двух месяцев, работа по 12-14 часов в сутки, все пошло на смарку из-за одной маленькой ошибки. Ошибки в мыслях, в состоянии, в отношении. Вы же понимаете, что мои инструменты, они все вот про образ мыслей. Если бы это сделал мой сотрудник, я бы его уволил. Если бы это сделал мой друг, я бы его, не знаю, побил. Это сделал я. Я, который это знает, который это использует, это сделал я своими руками, своей головой. И пришло к тому, что вот я и детей не видел, и время потерял, и силы потерял, и все. И я в итоге задался вопросом, что если я смогу из этого извлечь правильный опыт, то я смогу эти все затраты как-то окупить, наверное. Я так всегда считаю, что если мы из каких-то потерь, неудач, из знаков, препятствий извлекаем правильный опыт, то потом мы обретаем то, что потеряли. И я сделал соответствующие выводы. И главный был вывод в том, что у меня теперь рефлекс, я теперь знаю, как эту штуку не забывать. Я даже разработал инструмент, который позволяет другим людям не забывать вот это вот важное, этот момент или другой момент. И спустя 2 или 3 месяца я уже этот инструмент использую и обучаю ему, я уже заработал и денег столько, сколько надо было. То есть я эту тему покрыл, закрыл, сбалансировал. Вот какой бывает опыт. Что это за штука конкретная? Это конкретная моя бяха какая-то, да, такая психологическая часть моего характера. У каждого есть своя бяха. Вот я уперся в мою прекрасную, я не знал, но вот в нее уперся еще один раз. Так вот это вот бывает. Это немножечко еще про масштаб, да, насколько мелочь, мелочь, то, на что требуется минута. Вот то, что я не сделал в этом списке, на это требовалось минута. Ну, может каждый день по минуте надо было держать в голове некую конструкцию. И как это глобально рушит. И так же бывает наоборот, как иногда что-то очень маленькое запускает процессы очень большие. Я помню недавно ситуацию, мы работали с клиентом с одним, я с ним работал в индивидуальной психотерапии, не по бизнесу. А он предприниматель крупный, у него там заводы, пароходы в разных странах, в Европе, в Америке. И на очередном сеансе, а мы через интернет работаем, на очередном сеансе он такой грустный сидит, и я спрашиваю, а что случилось? Он говорит, ну вот у меня один перевод, не проходит в банке какие-то проблемы, перевод через Европу, в Штаты, сумма, по-моему, была 2,5 миллиона долларов. И я говорю, не то чтобы эти деньги теряю, я теряю там партнеров, которые ждут эти деньги, я потеряю то, все, у меня разрушится это. Я понимаю, что много разрушится у него всего, даже может быть больше, чем на эти 2,5 миллиона долларов. И я говорю, ну а давайте мы поработаем с этой темой, тем же самым, теми же инструментами, у меня нет других, я вот их использую во всех сферах жизни, и они работают. Он что-то, ну нет, ну как, говорит, ну понимаете, Михаил, да, вы хороший психотерапевт, а тут вот крупный бизнес, миллионы долларов, ну я тоже как-то его уговорил. И мы с ним в этой теме, значит, поработали, тоже нашли некие моменты, которые вот можно в голове повернуть, это заняло у нас, ну не знаю, час, наверное, да. Проходит 2 дня, и он отзванивается, говорит, вы знаете, перевод прошел, все в порядке, я даже не знаю, какое там чудо случилось, это ведь не потому, что мы с вами работали. Я говорю, не, не поэтому, это просто чудо случилось, да. Я и всегда клиентам говорю, когда случаются чудеса, это же не потому, что работали. Мне достаточно в этом месте дифферампов. Я когда работал, первые 5 лет, мне было важно собирать отзывы, там люди писали записки, я их носил, показывал, да, маме своей, смотри, я человеком стал. Сейчас я работаю уже 21 год, и мне нормально, если человек принимает это на себя. Очень часто эта ситуация бывает с детками, да, когда у женщины много лет не рождаются дети, она приходит на тренинг или на консультацию, и мы, бывает, находим некую конструкцию, фрагмент, то, что можно поменять в отношении, в состоянии. Это происходит иногда сразу, иногда там после второй консультации или после тренинга, и вдруг раз, значит, через 9-10 месяцев ребенок рождается. У меня таких ситуаций вот за последние, наверное, годы 3-5 произошло, когда эта работа состоялась. И редко кто-то связывает с тренингом. Я тоже это не связываю с тренингом, потому что дети, они от Бога, и если я на неком этапе постоял рядом, посидел и сказал, что вот ты подумал в другую сторону, ну, значит, меня как-то жизнь в этом месте послала. Но это работает, это проворачивается, потому что очень многие процессы в нашем организме, связанные со здоровьем, с нашим состоянием, с рождением детей, они завязаны вот на те самые разные сценарии, и мы можем эти вещи менять, и это делается прозрачно. Это не магия, да, то есть не перевод на миллионы долларов, не детки сами, они не магическим способом как-то вот, не знаем, от чего появляется. И я не магичу, когда работаю с клиентами. Это физика, это просто законы физики, перенесенные на психологию, на конкретные задачи, на изменение нашего там состояния ума, образа мысли, и оно работает прозрачным образом. То есть всем моим клиентам, у которых что-то произошло, это понятно прозрачно, если они хотят на это посмотреть. И в этом, может быть, есть мой интерес и драйв, что я этим занимаюсь. Из всех 20 инструментов, которым я обучаю на тренинге, есть только один, который я не знаю, как работает. То есть я не знаю ему физического обоснования, да. Я ищу это обоснование, я думаю, что я его найду скоро, но пока не знаю. Покажу на примере. Лет 7 назад, когда я только готовил этот тренинг, я жил один на даче, все время чего-то строчил в компьютере, описывал инструменты, упражнения, и работал часто за полночь. И вот какой-то ночью, часа в 2 ночи, по-моему, я закончил работать, закрыл ноутбук и собирался идти спать. Вышел на кухню и случайно задел телом миску с изюмом. Кто-то оставил на тубочке миску с килограммом изюма. Миска эта с грохотом упала на пол, и весь изюм рассыпался под стол, под диван. А я уже был настолько уставший, что я вообще ничего не мог в этом месте сделать. У меня была только одна мысль, только чтобы этого не было. И я пошел спать. А спал я в соседней из кухни комнаты, и даже дверь была на кухне открыта. Утром я просыпаюсь, а я был в доме один, я напоминаю. Просыпаюсь, стою, умываю, готовлю себе завтрак. Я даже не помню, что было накануне вечером. И вдруг я обнаруживаю на тубочке миску пустую. И у меня начинает восстанавливаться цепь событий, которые произошли ночью. Я вспоминаю, как эта миска с грохотом упала, из нее выспался изюм. Я смотрю на пол, изюма нет. Я заглядываю под стол, под диван, изюма нет. Вообще нет изюма. То есть нет ни одной ягодки. Я думаю, может мне это вообще все приснилось? Я так верчу в руках эту миску и замечаю, что там у нее на дне все-таки две ягодки остались. То ли они прилипли, то есть там был изюм и изюм был накануне. Я это точно знаю. Изюма нет. У меня остывает завтрак, я лазаю под столом, пытаюсь найти хоть какой-то доказательств того, что вот изюм был. Звоню детям. У меня когда ситуация сложная, я звоню детям. Старшего спрашиваю, значит, вот такая ситуация, как ты думаешь, куда изюм-то делся? Он говорит, ну как куда? Это, говорит, мыши. Мыши пришли, если есть изюм. И я представляю себе, что вот до ночи, пока я спал здесь рядом, вот при открытой двери, это сколько должно было прийти этих мышей, и как они этот изюм весь съели, следов своих мышиных не оставили, куда-то унесли, при том, что в доме даже дырок таких нет и щелей, чтобы мыши могли прийти. Не катит. Среднего звоню, говорю, а ты как думаешь? Он говорит, ну папа, ну это ж муравьи. Я тоже пытаюсь себе представить, сколько муравьев должно было прийти, и как они должны были это все интенсивно сделать, чтобы за несколько часов вот так вот вычистить килограмм изюма и уйти, и раствориться. Я понимаю, что тоже нет, не то. И я долго думал вообще, как такие вещи в жизни происходят, и у меня появился некий инструмент, потому что я четко помню свое то состояние вечером, когда эта миска упала. Это было состояние такое очень сонное, немножко измененное сознание. И я это пока просто оставил как некую тайну. Я потом разгадал, что там сработало и что было на самом деле. И этот секрет для меня, он раскрыт. Он пока для вас секрет, а для меня он раскрыт. Я его на тренинге рассказываю. И ситуация похожая со мной случилась спустя полгода. Я ехал на машине, была очень снежная зима, и снег прямо такими хлопьями огромнейшими летел, и он падал на парктроники, на датчике парковки, а этот парктроник все время пищал в машине и мешал ехать. И я парктроник отключил, чтобы он не пищал, и ехал к дому, еще по телефону разговариваю. И дома абсолютно на автомате я паркуюсь между двумя машинами, и есть рефлекс, что должен заработать парктроник, когда я задом сдаю, он запищит, и я там остановлюсь. А сам по телефону болтаю. Вместо звука парктроника я услышал сзади такой хороший удар, и тут я понял, что парктроник-то я выключил, и я, значит, поймал назад стоящую сзади машину. Удар был такой, хороший, серьезный. То есть машина не в смятку, но что-то там должно было быть. И я понимаю, что у меня нет инструментов на изменение ситуации, которая уже произошла. Мы же занимаемся изменением будущего и прочее, а тут уже был сзади удар, и оно уже произошло. Я вспоминаю про этот вот изюм, и про то состояние, и про некий инструмент, который я тогда лишь интуитивно чувствовал, что он есть, но я его не мог ни описать, ни применить. И я его тогда отработал за минуту, за полторы, а люди, которые в это время шли по улице, им же интересно, они так и собираются около машины, смотрят, да, вот человек-то парковался прикольно, сейчас будет выходить, и что он будет делать, разбираться. То есть это не показалось мне, что был удар, да, люди около машинки. И я чуть-чуть сдаю вперед после того, как я инструмент этот применил, и выхожу из машины с телефоном, готовый фотографировать повреждения некие машины моей и той. Я смотрю на мою машину, нет повреждений. Я смотрю на ту машину, нет повреждений. Я смотрю на людей, которые тут рядом тоже вот тусуются и заглядывают туда и туда, у них такие удивленные лица, они пожимают плечами, я понимаю, что повреждений, правда, нет, следов нет вообще. Но я же слышал этот удар, и люди скопились здесь не просто так. И я тогда понял, что да, вот эта штука, она не каждый раз, но она достаточно часто срабатывает, и это не есть изменение прошлого. Я сейчас не буду глубоко вдаваться в секреты про Изюм и про Парктроник, я сейчас знаю, как эта штука работает, она не магическая, она просто немножечко про наше восприятие другое. Я о ней рассказываю на тренинге, это один из инструментов, но пока, вот как я уже говорил, некой физической подоплеки я ему не очень нашел. Хотя в практику я его ввел, и это не мешает его применять иногда в жизни. Вот такие еще бывают интересные вещи. Еще один важный вопрос, который поднимается всегда, когда заходит речь об управлении событиями, это экологичность методики. Насколько эта методика манипулятивно влияет на жизни других людей, а не только нас. И в этом месте я могу вам сказать, что наше влияние на нашу собственную жизнь, оно практически безгранично. Но на жизни других людей мы не влияем. И это важное место. Это то, что я держу очень четко на курсе, чтобы не было представления такого, что научившись эти инструменты использовать, вы можете заставить людей делать то, что вам хочется. Вы можете привлечь в свою жизнь нужные события, но каждый другой человек, он находится в своей собственной жизни. Это не просто сразу понятие, есть у нас такой на курсе инструмент, когда слои жизни, их разделение. Но сразу скажу, для тех, кто возможно хотел бы использовать эти вещи для манипуляций, не работает. Другая сторона экологичности, это соответствие вашему стилю, вашему внутреннему миру. Вы, наверное, знаете массу тренеров, которые говорят, я научу всех управлять людьми. Есть даже такие именитые тренеры, их не масса, они есть единицы такие, серьезные дядь. Я всех научу управлять, я всех научу еще что делать. У меня всегда вопрос, а каждому ли правда в жизни вот это вот дано управлять, и управлять тем способом, как его хочет научить данный ведущий. У меня здесь очень индивидуальный подход. Я знаю, что часть моих инструментов, они для кого-то не подходят, а другая часть не подходит для другого. Поэтому я всегда ориентируюсь на то, что для вас ближе в жизни. И у меня должен быть максимальный набор возможностей, чтобы вы выбрали то, что ваше, а остальное откинули. Поэтому инструментов и есть так много, да, 28, чтобы был выбор. Следующий момент это то, что я никогда не знаю, что для клиента хорошо. Вот очень много есть психологов, даже опытных психологов, когда к ним приходит клиент, психолог знает, а, эта ситуация вот такая была, здесь хорошо то-то. Вот я несмотря на то, что 20 с лишним лет работаю, у меня этого уже нету. Когда-то было, я знал, что хорошо для клиента, как мне казалось. Сейчас этого нету. Я всегда иду за клиентом. Я знаю только одно, что для каждого из вас хорошо быть в контакте с этой точкой внутри. Хорошо быть в полном ресурсе, хорошо быть в контакте с интуицией, чувствовать вот эти вот варианты интуитивно, какие лучше ваши. Это хорошо. Но что конкретно хорошо, я не знаю. И поэтому для меня каждый участник на тренинге, неважно, живом ли тренинге или интернетном, это всегда сначала неизвестное место, это открытие. Мы куда-то идем вместе с вами, мы идем туда, куда вас зовет ваша душа, и на этом пути создаем вместе вот эти вот варианты управления событиями. Поэтому тренинг в этом месте очень разный для каждого участника. И он разный каждый раз для меня. И я каждый раз с очередной новой группы, я являюсь участником процесса. Я делаю те же самые упражнения, те же самые медитации, и я включаюсь в это сам, потому что, как я уже говорил, я в этом месте не идеал. Не идеал, да, то есть я часто прокалываюсь. Иногда бывает другое. Иногда после тренинга человек чувствует, что инструменты работают, и он впадает в состояние такой вот а-ля немножко гордыни. Да, я управляю жизнью, событиями. Я помню, как рассказывала одна женщина, она как-то после тренинга пришла в магазин покупать какой-то продукт, который был нужен, причем продукт стандартный, ну, какое-то там, не знаю, мясо или фарш, которое всегда было. Она подходит к прилавку, ей говорят, что нет, у фарша кончился. И она так вот отходит от прилавка в растерянности, и думает, как кончился, вспоминает, так, что-то мы на тренинге делали, если надо запустить некий процесс, мы делаем раз, два, три. Она в голове это у себя покрутила, а сама идет уже к двери магазина выходить. И вдруг слышит ей продавец кричит сзади спины, ой, женщина, постойте, кажется, типа фарш подвезли. Она возвращается к прилавку, берет фарш, думает, ага, работает штука. Приходит на следующий день в магазин, в другой уже, за чем-то другим, спрашивает, у вас это есть? Ей говорят, нет, этого нету. Она, значит, отходит, опять так мозги чешет, поворачивается, смотрит, нету. Она опять отходит, опять в голове это сокровище, поворачивается, опять нету. И приходит на тренинг, говорит, что это не работает. Понимаете, в чем разница между фаршем и вторым? Во втором варианте это уже была гордыня. Когда у нас есть полная убежденность, что мы владеем миром, пространством и все запускаем, то у нас есть такое, ага, как это нету? Я же все сделал. Вот, это тоже момент экологичный, и я стараюсь, чтобы после тренинга не было такого у участников. Мы не есть те, кто правит миром. Мы реально можем менять и создавать другие события в нашей собственной жизни, но наша в этом власть не безгранична, не беспредельна. И я за этим слежу, чтобы такие вещи не развивались у людей, которые к этим вещам склонны. Вопрос ведь не только в том, чтобы управлять событиями. Вопрос еще в том, чтобы быть в очень тонком и точном балансе с окружающим миром. Чтобы не залезть туда, куда не нужно залезать. Чтобы не передавить то, что не нужно передавить. И есть техники влияния, техники манипулирования людьми, но вот я этим не занимаюсь. Правда, для меня очень важно всегда это соблюдение баланса между нами, другими людьми и жизнью. Кстати, о балансе. Есть много людей, и вы их знаете, и есть они среди моих клиентов, у которых достаточно много в жизни. Есть материальных ресурсов, заводы, пароходы, но почему-то у большинства из них нет нормальных личных отношений, есть трудности со здоровьем, с детьми и так далее. Есть наоборот. Есть немало очень гармоничных, счастливых семей, прекрасные отношения с детьми, между партнерами. Но эти семьи очень часто живут почти на уровне бедности. Почему так происходит? Почему мы можем чаще всего вырасти в какой-то одной сфере за счет другой? И вот это тоже вопрос баланса. Очень многие техники, многие тренинги и даже знаменитые книги по успеху и управлению событиями, они направлены на то, чтобы мы накачали энергию в какую-то одну сферу нашей жизни. И тогда мы ее забираем из других сфер. Да, можно достичь каких-то результатов, но другое проваливается. И моя задача и в моей собственной жизни, и мне кажется, что мне это удается, и задача жизни моих клиентов, чтобы мы поднимали все сферы жизни, чтобы не за счет чего-то у вас другое вырастало, а чтобы вы могли двигаться и в финансово, и в карьере, и в отношениях, и в здоровье, и с детьми. Это не будет движение абсолютно параллельное. Оно будет такое, вот немножечко, да, то одно потянулось, то другое. Но у вас ничего не должно провалиться. И я за этим слежу, и есть у меня много инструментов, которые позволяют вот именно следить за тем, чтобы не было нигде дырки, чтобы энергия не перекачивалась. У нас есть много ресурсов, которые мы не пользуемся. У нас есть ресурс, какой как энергия нашего рода. У нас есть ресурс, который мы получаем просто из жизни, некая энергия, текущая через нас. И когда мы запускаем рост движения в какой-то сфере, то мы это можем делать не за счет других сфер, а за счет других дополнительных энергетических наших ресурсов. Это тоже не магия, это тоже не какое-то чудо, а это правда то, к чему мы можем подключаться. И вот как раз в этой точке, о которой я начал сегодня говорить, мы подключены к этим всем ресурсам достаточно хорошо. Про баланс вспомнил я еще одну интересную историю. Есть у меня такой клиент, Тимофей. Он предприниматель, у него интересные бизнесы. И вот он ко мне пришел, наверное, года полтора назад, с какой-то прекраснейшей идеей, и говорит, я хочу выиграть конкурс предпринимателей, который называется Startup Cup. Есть такой конкурс, он есть всемирный, есть российский, есть у нас в Питере наш питерский. И вот он хотел со своим проектом, с некой инновацией выиграть первое место в питерском конкурсе. Я говорю, ну что можем сделать, да, у меня то же самое, те же самые 28 инструментов. И мы с ним поработали в этом ключе, и он свою тему подвигал в нужном направлении. И проходит пару месяцев, он мне звонит и говорит, знаешь, вот занял первое место на питерском конкурсе Startup Cup. Ну здорово, я говорю, поздравляю, очень хорошо. Приди, говорю, отзыв запиши на видео, будет что людям показать. Он говорит, ты знаешь, я, конечно, могу прийти отзыв записывать, но вот через два месяца всероссийский конкурс, то был локальный городской и питерский, а это всероссийский. Я хочу туда попробовать. Может быть я после этого запишу, а я такой думаю, что там же неизвестно, как сложится, да, может у меня будет там, не знаю, второе место, третье или 22-е. Пусть лучше сейчас запишет. А потом я сам себя ловлю за мысль, думаю, что я боюсь-то, правда. Если инструменты есть, если человек умеет ими пользоваться, если у него в этом месте все хорошо, то значит и там будет первое место. И проходит еще три месяца, и он побеждает, и занимает первое место на всероссийском конкурсе предпринимателей вот этого стартап-капа. А следующий этап какой-то мировой, планетарный. И вот для меня это очень хороший показатель того, что если вы взяли эти инструменты, если вы находитесь в контакте с этой точкой, в балансе с миром, то не имеет значения, какого масштаба задачи вы себе ставите. Вы можете идти по нарастающей, вы что-то сделали в своей семье, в отношениях, в карьере, потом взяли больше, больше и еще. Оно работает на всех уровнях одинаково, сквозным путем. И вот для меня это до сих пор поражающий меня факт. И удивительно для меня самого, как эти вещи действуют на масштабе очень больших финансовых потоков, больших людских потоков, крупных компаниях. И я сам этому не перестаю удивляться. Это еще не конец моего рассказа сегодня, но прямо сейчас мне бы хотелось сказать пару слов о себе. Я Михаил Бородянский, мне 44 года, я врач-психотерапевт, и я 21 год уже работаю в тренингах и консультированиях. За эти годы моими клиентами стали более 8000 человек, и это все живые клиенты, живые тренинги и консультации, это не считая вебинаров и онлайн-тренингов. В 1999 году мы с женой основали в Санкт-Петербурге психологический фонд «Имага». И 15 лет я был его руководителем, мы занимались обучением, консультированием, тренингами, благотворительными проектами в Петербурге и области. Это был очень интересный проект, и он очень много чего мне дал для роста. Лет 5 назад я был основателем, главным редактором и издателем печатного журнала «Системные расстановки». Это первый и, по-моему, единственный в России и четвертый в мире журнал о методе расстановок. В то же время я был основателем и редактором интернет-портала «Расстановщик». Он до сих пор существует в интернете, можете его найти на сайте «Расстановщик.рф». Он сейчас передан в управление в другие руки. Я 18 лет занимался системой психологических векторов. Это одно из направлений векторной психологии, что популярны в последнее время. И автором этой методики изначально является петербургский ученый Виктор Толкачев. По этой теме я написал книгу. Она называется «Психология ваших отверстий». Книга доступна для скачивания на сайте «Пси-8.ру». И вот в мае 2015 года моя книга была признана бестселлером на сайте «Озон.ру». Моя биография размещена в справочнике «Ху из Ху в России». По моим современным сегодняшним методикам управления событиями и создания будущего работают многие ведущие компании в России. И некоторые из них включены в список самых быстро растущих компаний по рейтингу журнала Forbes. Я буду очень рад, если вы присоединитесь к нам, к людям, которые управляют событиями в своей жизни, создают свое будущее с помощью 28 очень практичных и конкретных инструментов. Еще одна тема, о которой я бы хотел сказать сегодня, это ситуации выбора. Они у нас присутствуют в жизни постоянно. В личных отношениях, в карьере, в бизнес-процессах. Мы привычно делаем выбор нашим разумом, но почему-то редко попадаем в десятку. Почему? Потому что разум это не та точка внутри нас, которая чувствует, где наш оптимальный путь и оптимальные варианты. Разум оттуда слишком далек. И на тренинге мы сами можем научиться входить с разумом в контакт с этой точкой. И тогда мы чувствуем поле информации. Мы тогда чувствуем самые оптимальные варианты, где у нас больше всего силы. Причем не только сегодня, где больше силы, а где больше силы завтра и перспективе. Мы это можем чувствовать как для самих себя, так и для структуры, которую мы держим в руках. Будь это маленький бизнес, крупная компания, спортивная команда или политическая партия. Вот это ощущение оптимального пути, оно позволяет нам создавать свой мир и события в нем, как будто бы мы играем с пластилином. Ощущение, что мир пластилиновый. У нас есть некий запас пластилина и мы этот мир творим по своему желанию. Это очень такой художественный, творческий процесс. Понятно, что мы все люди разные. И у кого-то от рождения больше в запасе пластилина зеленого, а у кого-то больше в запасе коричневого. И поэтому у нас получаются разные изделия и мы немножко этим обусловлены. Но изначальная способность творить свой мир своими мыслями, вот как пластилиновый, она есть у каждого из нас. Это просто навык, который можно развить. Это как вождение машины. Как этому научиться? Нужен опытный инструктор, нужно желание и немножко времени. И вот так же мы работаем с управлением событиями. Нужно немножко времени и эти навыки к нам ложатся. И речь здесь не о том, чтобы мир под себя подстраивать или как-то мир проламывать. Наоборот, я говорю об очень тонком и точном встраивании нас в окружающий мир. Встраивании в движение жизни, но в правильное место. Встраивании в ту волну, которая вот наша, которая оптимальная. На которой мы полны сил и на которой мы подключены к ресурсу. Такая волна есть у каждого. Вот сейчас окиньте мысленно разные сферы вашей жизни. Личное отношение, здоровье, самореализацию, работу, отношения с детьми. Как вы думаете, во всех этих сферах есть ли какой-то более оптимальный вариант, в принципе он существует, который мог бы быть в вашей жизни. Если он в принципе существует, значит вы можете на него перейти с помощью инструментов управления событиями. Иногда от этого успеха, когда все складывается, нас начинает распирать. У нас появляется самодовольство, гордыня. Я это очень хорошо знаю по себе, это еще одна моя бывает бяка. И есть пять типичных ошибок, которые мы совершаем на волне удачи. Я много лет искал какую-то шестую с помощью клиентов и сам не находил. То есть есть только пять пунктов, они простые все, которые очень важно не нарушать, если вы выбрались на волну удачи. Если вы нарушаете, вы оттуда слетаете. Если вы их не нарушаете, вы на ней остаетесь. И понятно, что это не прямая линия, которая вот такая единая, это некая волна, но все равно это волна на уровне вашего успеха, комфорта, реализации. Как я это дело нарушил сам, интересный пример и для меня, и может быть для вас. У меня есть мечта, ну такая голубая мечта, розовая. У меня книга, которая о векторах, она издана в оранжевой обложке. И вот моя мечта, что я захожу в метро в Питере, и люди все сидят и читают книжку в оранжевой обложке. Захожу я в метро в Москве, и тоже там все читают метро книжку мою, ну или в этих самых планшетах, в электронных книжках. Захожу в Берлине и в Нью-Йорке, и тоже вот все читают оранжевую книжку. И тут вот три месяца назад получаю я письмо от немецкого издателя. И я смотрю, подпись письма, значит фамилия совпадает с названием издательства. Я понимаю, что это, ну, большая шишка. Я ищу в интернете информацию, но хорошо, что это одно из крупных издателей в Германии. Что он пишет? Дорогой Михаил, я тут был у стоматолога, и медсестра русскоязычная, она рассказала мне о вашей книге. И я вот мечтаю издать ее в Германии, распространять ее в Австрии, в Шлицарии на немецком языке. Можете представить, у меня, да, внутри состояние моя мечта, просто вот оранжевая книжка в Берлине и в Цюрихе, да, и в Вене, и меня так немножечко несет. Ну, я ему скромно пишу, что, ну, да, я буду рад с вами поработать, и отправляю ему книгу. Я понимаю, что мне вот в этот момент очень важно держать правильное состояние, чтобы меня не разносило никуда. Оно меня разносит. И во мне борются две части. И одна, значит, это уже фантазии, как я лечу в Берлин, и там у меня семинар, я подписываю свои книжки на немецком языке, а другая мне говорит, стоп, значит, это нарушение одного или даже двух там из пяти пунктов. Это нельзя. Я сам учу это у своих клиентов. Я на этом накалывался много раз в своей жизни. Стоп, ну, так приятно. И так, значит, здесь вот это прямо как мед представлять, когда летишь туда-сюда. Короче говоря, да, как это? Какая собака победила, которая тащила в пропасть или обратно? Победила, которая в пропасть. Через несколько недель я получу ответ от немецкого издателя. Он пишет, дорогой Михаил, ничего личного, значит, книга ваша не столь научная, как мне бы хотелось, поэтому мы ее издавать не будем, и до свидания. И я ему, конечно, написал в ответ, что да, книга не научная, но научные книжки читают тысячи людей, а не научные читают миллионы и так далее, но это ничего не сработало. И я знаю абсолютно точно, что этот процесс я разрушил своим отношением. Я знаю, как этот пункт из пяти работает, я знаю остальные четыре, и ну вот который раз на те же грабли наступаешь, да, и опять это получаешь, и теперь надо еще из этого опыта извлечь хороший урок. Поэтому инструменты это исчерпывающие, главное, чтобы мы их применяли, да, дрель-то крутили. Если вы эту дрель крутите, то у вас на самом деле все в жизни происходит. Ко мне бывает приходят клиенты после тренинга, на консультации. И я всегда в этом месте очень честен. Я на консультациях не делаю ничего того, чего не было на тренинге. У меня есть новые инструменты появляются, я их вношу сразу в тренинг, в интернетный и в живой. И поэтому на консультациях я могу только человека, ну не знаю, повернуть его голову, направить и сказать, смотри, вот ты это делал. И мы всегда находим какие-то ошибки. И бывает, человек приходит и говорит, у меня ничего не получается. Я говорю, а ты чего делал? Ну ничего не делал. Я говорю, о, значит работает. Если ты ничего не делал и ничего не получается, значит работает. Ну как дрель. Если ты ее в розетку не включил и дыркой не просверлилась, значит дрель-то работает. И в консультации мы можем что-то подвигать, что-то дополнить, то, что не попало сразу. Но это те же самые инструменты, это тот же самый тренинг. И в общем дальше этого мы обычно никуда не идем. И последняя тема на сегодня, уже много времени я вашего занял. Последнее, о чем важно сказать, это ситуации, когда нет сил. Нет сил на управление событиями. Нет сил на создание будущего. Нет сил даже применить те инструменты, которые мы уже знаем и научились это делать. Это можно назвать состоянием депрессии, это можно назвать еще как-то. Человек лежит или сидит, и вот у него нет сил ничего подвинуть, он только на него рушится, рушится, все в его жизни. Это часто бывает, когда в какой-то финансовой трудной ситуации мы оказываемся, когда нас давят кредиты, долги и прочее-прочее. Ситуации потери или работы, или личного кризиса. И я понимаю, у меня самого такое было, да, когда вот лежишь и нет сил встать вообще даже, нет сил воды себе налить, хотя умираешь от жажды. И в этой ситуации только одна вещь может вас вытащить. Это вот можно себе представить, как если вы едете на машине, и у вас кончается бензин, и у вас до заправки осталось полкилометра, но бензин уже кончился. И вам нужен глоток бензина, да, плевок, я говорю, плевок бензина, чтобы вы могли эти 500 метров проехать. Но пока этого глотка бензина нету, то вы не можете доехать, да, вас нужно толкать. Также и здесь, вам нужен маленький толчок, нужно что-то очень ваше, очень личное, что даст именно вам чуть-чуть энергии. Энергии, которой хватит, чтобы вы открыли наш сахвояж, достали инструменты, сколько-то из 28 и стали их использовать. И мы эту штуку создаем на тренинге, и на интернет-тренинге, и на живом тренинге. Это материальный продукт, он у каждого свой, каждый его делает для себя по определенному принципу. И это та вещь, которая в самой тяжелой ситуации когда-либо в будущем, она может вас вытащить. Это тот самый глоток бензина, которого бывает не хватает. Меня часто спрашивают, можно ли эти знания передать дальше, да, то есть, например, научить этому своих детей или своих близких. Я считаю, что можно. Это не магия, которой владеет только мастер, сам ведущий. Это действительно передаваемое знание, и вы можете этому обучить своих детей. И я это пробую делать со своими детьми, у меня трое детей, у меня старшему 18, среднему 12, младшему сейчас 2,5. И вот старшие и средние, они в эту тему потихоньку включаются, и у них даже многое получается. Я помню, мы как-то с сыном торопились в кино со средним, это было примерно полгода назад. Ну, я как оранжевый вектор все рассчитал точно по времени, во сколько выйти, до метро, в метро, до кинотеатра. Мы вышли вместе с ним, с моей работой, подходим к метро, и видим, около метро какая-то толпа. И вскоре понимаем, что вход в метро закрыт, и там был некий праздник, и перекрыли все входы. И я ему говорю, что ничего страшного, идем на Невск, поймаем машину, доедем. Мы выходим на Невский, и видим, что Невский стоит, то есть машины не едут, и как на демонстрации, люди идут одни в одну сторону, другие в другую. И у меня даже было ощущение, что что-то не то происходит, и на самом деле я забыл, что в этот день был как раз юбилей Эрмитажа. В общем, мы оказались в ситуации, когда метро закрыто, потому что много людей, транспорт не ходит, а у нас кино рассчитанное по времени, минута в минуту. Значит, сын начинает рядом поднывать, вот папа, значит, ты как всегда, поздно вышли, мы не успеем. И я ему говорю, так, значит, ты идешь со мной, ответственность на мне, давай расслабься. Он немножко продолжает нудить, но у меня есть что, только что я рассказывал, да, есть мои инструменты. И я запускаю некий процесс, проходит две минуты, и эта толпа как-то разруливается, и начинают ходить автобусы, а мы идем к другой станции метро. И, в общем, мы доходим до следующей станции, спускаемся в метро и едем. И я говорю сыну, что, значит, давай ты все-таки расслабься, и я тебе говорю, мы войдем в зал, да, мы опоздаем там на рекламу и прочее, мы войдем в зал, и начнется кино в этот момент. И мы едем дальше в метро, и я смотрю на часы, и я достаю из кармана билет, и я понимаю, что я ошибся во времени. То есть, у нас на самом деле фильм начинается не когда я предполагал, и как я рассчитывал, а на 10 минут раньше. И тут я понимаю, что все инструменты, которые у меня были, они не про то, да, они про то время, которое я знал, а поезд метро имеет физическую скорость, ее никак изменить невозможно. Но для этой ситуации у меня есть особый подход, и он иногда срабатывает не всегда. Да, я тоже делаю нечто у себя в восприятии ситуации, и я от нее отключаюсь. Я больше не смотрю на часы, мы приезжаем в кинотеатр, мы заходим в темный зал, и начинается кино. И сын говорит, папа, как ты это сделал? Я говорю, я тебе потом расскажу. И мы потом вышли из кино, и я ему некоторые аккордные точки рассказал, он говорит, вот это вот я не могу делать, у меня это не получится, а это вот, да, папа. И я знаю, что он в своей жизни, в свои 12 лет иногда умеет очень точечно управлять событиями. Поэтому вы можете это передать, этим можно поделиться. Это те навыки, которые очень бы хорошо, чтобы к нам пришли от наших родителей или учителей, но они к нам не пришли. У нас есть немножечко такое представление о мире фантазийное, не очень реальное. Но вы сможете эти вещи передать своим детям в разном возрасте, разными способами. И тогда они уже это получат намного раньше, чем мы с вами. Для меня это важно. Это важный момент. И последнее. Есть тренеры, которые говорят, вы все делали неправильно, а надо делать вот так вот по-другому. Я всегда говорю наоборот. Вы делали правильно, неправильно, вы делали то, что могли. Я не хочу переворачивать ваши знания. Я не хочу что-то заменять из того, что вы делали или умеете делать. Мне хочется добавить, дополнить. Мне хочется добавить вам навыков для тех ситуаций, где ваши обычные, привычные знания не работают. Таких ситуаций много. И это будет ваш выбор, что где использовать. Вы будете в этом месте свободны. У вас просто будет дополнительный инструмент. Если возвращаться к моей любимой дрели, которая сверлит. Есть обычные сверла, они сверлят металл, дерево. А есть сверла, которые победитовые, которые сверлят серьезный бетон. И этот бетон не возьмешь обычным сверлом. Так вот мы с вами привыкли к обычным инструментам в нашей жизни. А есть инструменты победитовые. Они пробирают любую стенку, просто они немножечко другие. Наверное, это все, что мне хотелось сегодня рассказать о тренинге. И я еще раз сейчас дам информацию о том, как можно эти знания получить. Итак, есть два формата обучения этим инструментам. Первый формат это интернет тренинг или цикл вебинаров. Он называется управление событиями своей жизни. Вы можете найти его описание на нашем сайте psi8.ru. Там есть несколько разных пакетов. Есть пакеты экономичные, есть более комплексные, они подороже. Вы всяко выберете себе то, что вам по душе. Второй вариант это живые тренинги с своим непосредственным присутствием и участием. Они проводятся регулярно в Санкт-Петербурге и Москве. Они называются по-другому. Они называются создание будущего. Если вы живете ни в Москве, ни в Питере, то я буду рад приехать в ваш город, если кто-то возьмет на себя сбор группы и организацию занятий. Пишите по этим вопросам мне на сайте службы заботы о клиентах. Я буду очень рад вас видеть вживую и в онлайн. Спасибо за время, которое мы провели вместе. Удачи вам и успехов в управлении событиями. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok